Всем привет, мои дорогие! У меня маки, маки... Сколько? А, наса лараба! 70 тысяч теле стоит вот такой мотоцикл. Мы вышли на набережную погулять. Оказывается, тут концерт какой-то, тут праздник какой-то. Каждую неделю в Мерсине праздники. И я решила тоже в субботний вечер выйти погулять. Пока музыки нету, я сниму вам. До скорого. Ашкин ждет меня. Надеюсь, я его не разозлила. По-моему, это фестиваль молодежи продолжается. Видите, палатки здесь. И столько мотоциклов. Все снимают на видео. Видите? Какой хочешь, покупай. И весь парк. Сейчас покажу вам, что там дальше. Очень интересно самое. Как интересно в таких вот Кайсере. Это из Кайсеры мотоциклисты приехали. Клуб мотоциклистов из Кайсера. Вот такие они панки. Ух ты, какие интересные все. Очень интересные, друзья мои. Какие мотоциклы, смотрите, классные. Вау! И в этих палатках они живут. Видите? Это Мерсин Мотор Кулубу. Мерсин Мотор Кулубу. Как интересно, друзья, да? Кто-то уже купаться хочет. Такая интересная жизнь у нас в Мерсине. Как весело. Даже танцы начали. Там начались танцы. Смотрите. Танцы начались. Не пройти, не проехать, друзья мои. Сколько их много. Едут и едут. Мы там видели, как женщина с младенцем убаюкивала его. Месяца три ребенку. Тоже приехала с мужем. Танцы на северной стране. Турция. Месяца три ребенка. Месяца три ребенка. Месяца три ребенка. Продолжение следует... 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 и потому что рецепты они очень трудоемки поэтому цените кто вам пишет записывает рецепты ставьте лайки пишите комментарии хорошие ну и мне конечно и всем блогерам которые учат вас делятся с вами очень ценными советами вот со мной тоже падает поделилась советом моя подружка она замужем за турецким мужчинами и вот у нее есть время намного больше ю тубе искать рецепт а я ищу рецепты но я же не пробовала а тут когда есть уже проверенные я с удовольствием сами люди готовили она какими-то лайфхаками потом со мной делится что мои дорогие тут духовочка стоит так классно а тут я еще сегодня вот приготовься отварила нут хлеб я делала из сырого я его на ночь замочила сегодня мы хотим сделать перестановку сделать с мужем вот я сейчас займусь этим тестом запишу видео поставлю и будем работать ну все мои дорогие я закончила на это у меня ушло немного времени за 15 минут они испеклись сейчас только убрать все прибрать и всему мы хлебушек аж к ему понравилось так что скоро она появится это видео на ю тубе моем смотрите ну а я сейчас уберу кухню и продолжу перестановку на балконе наконец-то я закончила уборку друзья мои сняла эту косынку не могу окажется мне так стянуло все так стянуло я просто наверх поражаюсь терпению покрытых женщин потому что это настолько сложно голова начала чесаться не знаю она может привыкнуть может привыкнуть надо действительно я сейчас сделала такую уборку еще на балконе перестановку вам очень понравится посмотрите сейчас минуту посмотрите куда я переставила свои цветы видите вот так дело перестановку стол сюда диванчик сюда и теперь можно отдыхать и никто тебя не видит и соседи вообще так классно ой устала я с утра вот воскресенье у меня сейчас надо приготовить кушать и всем часов мы уходим опять на концерт хозяйка такая вот хозяйка всегда найдет дома дела у нее дела не заканчиваются а погода то солнечная то закрытая что-то происходит там непонятно то ветер то не ветер сейчас покажу вам еще лучше как я сделала перестановку поставила сюда мои цветочки вот здесь вот у меня смотрите уже такая крова . здесь так цветочка здесь так цветочки уже они приходят себя видите маленькие лепесточки появились я светлана их всех приведу в чувство у меня такие гвоздички я их посадила все вместе красивые такие у меня красивые лапуси красивые да представила цветы здесь поставила на одном на одной тумбочке а мой лотос никак не повешу а туда поставила вот такой большой посмотрите сколько у меня рисунков сколько у меня рисунков сколько у меня рисунков у меня рисунков видите какая пачка 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 вот такая вот пачушка кстати надо порисовать но не получается сколько дней ну что мои дорогие пойду я готовить мужа обед потом у меня встреча еще по телефону а потом пойдем гулять и вот так проходит наш день я уже лучок порезала нут вы догадались я буду делать нут и здесь я вот так помыла руками посуда была чистая чего я буду машинку до вечера нежирная а здесь я замочила рис на два часа и я научилась новому рецепту плова вообще обалденный мисс мисс у турчанки поэтому все буду заканчивать на сегодня хватит вам информации очень много такой домашний блок у меня сегодня вкусный домашний блок до связи пока пока после вкусного обеда по закону архимеда можно и поспать но поспать мне не удалось погулять мы сегодня не вышли потому что погода резко изменилась как-то поголодало вроде бы дождь собирался но дождя не было в итоге я решила заняться сегодня и посмотреть прочитать ваши комментарии начала читать комментарии под видео где я рассказывала об инциденте с одной моей знакомой ну бывшей знакомой и прекратила на этом чтение потому что пришлось заблокировать несколько подписчиков я не хочу негатив не льстите мне не говорите что я красивая или хорошая но не нужно мне писать гадости вы не имеете на это никакого права мои дорогие зрители поэтому я решила прекратить чтение этих комментариев мимо меня мимо меня и хочу ответить вам на пару комментариев одна подписчица не буду называть ее имя спросила почему бывшая жена контролирует вашего мужа он теперь не ее а ваш муж ну у них видно так заведено все держать под контролем я даже не знаю контролирует она или его или нет мне там под моей фотографией написали что счастье любит тишину не раздражайте жену своим счастьем вы знаете что мне наплевать на его бывшую жену у нас отношения с мужем сложились во-первых после второго его брака с турчанкой я тут вообще ни при чем и я уже рассказывала неоднократно в своих видео что мы познакомились с мужем после того как он шесть лет развелся не общался со своей со своими детьми даже то есть я не имею к его разводу никакого отношения но все таки наверное она как-то смотрит я не знаю смотрит не смотрит но видно есть наибольший шанс того что она контролирует нашу жизнь и наверное он не хочет выставлять его жизнь на показ поэтому и не хочет сниматься видео чтобы не раздражать никого трудно ли быть блогером мне кажется конечно это нелегкий путь но не каждый сможет его довести до конца кто-то в начале резко стартует и какие-то такие негативные комментарии близко принимают к сердцу и прекращают развитие своего блога своего канала ну а те сильные такие как я не обращают внимание на негативщиков хейтеров и продолжают свисти и пахнут да у кого-то быстро такое идет подъем подписчиков у кого-то медленно тише едешь дальше будешь у меня такой девиз я не тороплюсь никуда но и у меня уже хорошо развита психика можно сказать и я уже адаптировалась ко всем этим подводным течением поэтому как-то спокойно смотрю на это все уже в последнее время я не собираюсь оправдываться ни перед кем у меня своя точка зрения вы пришли ко мне в дом а не я к вам пришла в дом мне нравится пожалуйста выход знаете где поэтому надо иметь много терпения много нервов нужно самообладание и работать работать и работать и тогда у вас все получится так что начинающим блогерам желаю вам всех тех качеств которые я перечислила ранее но если бы я допустим жила у себя на родине я бы наверное не задумалась об этом люди становятся блогерами когда у них нет основной работы мне так кажется они более свободные во времени занимаются тем чем хотят у них есть еще есть что показать миру как какая жизнь в другой стране и конечно нам не хватает общения поэтому мы начинаем снимать видео и общаться и разговаривать даже сейчас я с вами разговариваю я вижу многотысячную публику свою кто-то на меня смотрит с таким недоброжелюбием кто-то с улыбкой кто-то ждет меня так что зрители есть разные но я всем вам желаю мирного неба мира душей над головой это самое главное крепкого здоровья недавно оглядываясь назад у нас была другая причина для раздумья для раздоров и как то мы ее быстро все забыли поэтому на втором месте я вам всем желаю здоровья крепкого ну а дальше любви и счастья исполнения всех ваших желаний и у кого нет вторых половинок и хочет их иметь желаю огромной женской любви чтобы вас любили ценили и самое главное чтобы вы не боролись за свое место под солнцем а за вас боролись и живите своей жизнью ведь вы этого заслужили так что вот такие пожелания я хотела выразить вам надеюсь видео как-то вас направило на позитив всем всего хорошего до скорых встреч друзья мои ставьте лайки подпишись на мой канал не забудь нажать на колокольчик и поделиться моим каналом с вашими друзьями и близкими всех вас люблю и ценю с вами Светлана Ада